Вы находитесь на очередном нашем объекте, на улице Голосоцциана, Дома Гюнг. Объект идётся по нашему дизайн-проекту. Наши любимые уважаемые дизайнеры Ксения Гаглянская, переедительна Тасьяна. Обращайтесь к ним, у нас самый лучший объект из дизайн-проекта. Так, сейчас на объекте закончились их промонтажные работы. Последующие работы ведутся, это работа с ГТЛ. Сейчас установлю каркас из профилей к нам. Шаг основного проекта 1200 висущего 400. Профиле крепятся на прямые подвесы, тоже все к нам. Для профилей используют ленту из бак. Непрогащающая зубкоизоляционная лента, тоже к нам. Так, дальше что бы вам интересно рассказать. Давайте я вам покажу, наверное, визуализацию про этой комнате. Что там делается и как это будет выглядеть. Здесь будет у нас располагаться кровать. Давайте мы с вами поменяемся местами. Много уважаемых, давай. Здесь будет располагаться кровать по оси. Под оси на важное расстояние будет устанавливаться подключатель или безключатель, а также брат. Для того, чтобы заказчики могли читать книгу, заряжать телефон или детально подобное. В этот момент мы можем выйти здесь. Вход непосредственно открывать. Также поменять зубы для подсветки. Открывая зубы, то есть одна подсветка. Что интересно вам еще сказать. На самом деле тут все естественно ничего нет. Это складировало в центре помещения, чтобы нашим сотрудникам было удобно работать. Не двигать мешки, не тягать туда-сюда. Вот по данному поводу также могу показать вам свой замечательный стеллаж. Который мы используем на всех объектах. На котором хранятся материалы. Давайте пока все идет о нем, я вам его покажу. Вот наше произведение искусства. Вывели данный постамент, мои любимые, ребята, у нас ранее. Если не забыли на объекте улицосмотра. Достаточно удобный стеллаж для того, чтобы в будущем, при производстве последующих работ, его можно было бы передвигать, а не переносить, перетягивать. Также мы предусматриваем такие колечки со стопором. В данный момент они не установлены, но мы это исправим в ближайшее время. Вот. Это что касается непосредственно стеллажа. Дальше. Сейчас мы проводим подкладку вент-трубы для вычистки накопки. При стыковке всех элементов герметизированных клеем-герметиком, также усиливаем клапанами, то бишь саморезами. Пояснение, что здесь у нас будет установлена кухня. Сейчас непосредственно установлен специальный короб для нее. У нас с компанией, просто выполнение каждой работы, наши специалисты заполняют лист ее на смокотроле. Тем самым он может понимать, как и для чего он выполняет работу, то есть правильно ли он это делает. Непосредственно после его проверки, производится проверка нашими оптанными программами. Все конструкции собираются согласно последним технологиям, последним сводом правилам. Ну и всем новым требованиям, которые должны обязательно соблюдаться при производстве всех работ. В основном проверяется отклонение от горизонта, проверяется, согласно тем требованиям, которые здесь указаны, полтора миллиметра на метр, определенное отклонение над щебину и так далее и тому подобное. При устройстве ГКЛ проверяется шаг самореза, расшитый или не расшитый стикер. Ну и непосредственно отклонение проверяется также лазером, правилом. Мы сейчас находимся в гостиной. Здесь были произведены штукатурные откосы, цементная штукатурка и питание ТЛ+. Дальше. Также я хотел вам рассказать о закладах. Люди часто забывают делать закладные под какие-то навесные элементы, такие как люстра. Давайте я вам покажу. Покажу на визуализации. Вот она, большая, прекрасная, чаще всего и тяжелая. Если вы не используете стомбовские ГКЛ, то ваш лист априорде может выделить конструкцию, либо саму люстру и вес ее. Поэтому, может, по-другому я снимаю. Для этого мы предусматриваем какие-то закладные, статуридовые фанеры. Это очень важно на ранней стадии, чтобы в последующем нормально произвести отделку и вы не переживали. Есть у вас тут закладная, нету. А также очень важно при устройстве с каждых скрытых элементов производить фотофиксацию. И переносить все скрытые элементы на ЧЦЖ планы. Взялась пометочку себе, что на каком-то расстоянии от выхода, можно закладная какого-то размера, чтобы потом электрик, который делает мест, решит доступ, сразу узнал делом, какая и каких размеров закладная находится. Сейчас мы находимся в передоре. Также вы увидите, как здесь производится работа с потолком. А непосредственно монтаж подвесной конструкции заклеил. Сейчас на Big Profit 2700 проспочит также наш любимый производительский канал. Для этого был произведен, точнее, отбит уровень, горизонт будущего потолка. Не знаю, видного бы или нет. В последующих будем собирать непосредственно каркас. Дальше в коридоре произвели такую конструкцию из профилей для того, чтобы... Это великолепная струка нашего дизайна. Здесь будут стоять в стройке шкафы, чтобы называть слостанство. Данная конструкция будет вообще в БКЛ. Это позволит произойти плавность перехода и сделать шкаф скрытым. То есть, оборванной конструкцией, либо отдельного стоящего шкафа. Как-то корову не пользуюсь. Отличная часть должна быть есть, но это уже не для шкафа. Просто, чтобы, по всей видимости, сглазить как-то или избегать острых углов. Так как семья с детьми, дизайнер очень крепко отнесся к этому и учел все элементы. Поэтому здесь минимальное количество тревых углов. Каждый угол, практически каждый, склажен. Что здесь, что здесь, что в коридоре вы можете наблюдать. Давайте насмотрим. Поэтому, если будете искать лучшую студию ремонта и дизайна, обращайтесь к нам. Мы будем учитывать все ваши финансы. И принимать технологические решения. Это ладно. Здесь пока сказать нечего. Закончилась у нас на ЖМЕ. Развезена сантехника. После разгонки сантехники будем зашивать. Перекрытие. Зашивать нужно в панели КНАУФ. Два слоя. Все идет по технологии. Стыки проклеиваем. Важно, когда заклетляем у панели, созор между стеной и плоскостью. Либо перегородкой с водолком. Неважно оставлять три элемента. Так как плита цементная. И если не оставлять технические зазоры, то возможность появления трещин увеличиваться. Что неплохо надо избегать. Дальше. Согласная сторона у нас санузел. И там будет основная ракета. Для этого подарка нам надо будет установить закладку. Здесь будет устроена закладная. Закладная будет также с филиптовой фанерой. Как мы производили на люстрах. И вообще, в принципе, работаем с ней. Она благостойкая. Прочная, крепкая. Под нее легко от плащи стяжки. Вообще, это супер универсальная фанера. Сейчас мы находимся в туалете. Только закончили инженерию. Установка сантехнического оборудования. Трубы, разводка, наблюдаем коллекторную систему. Установка фильтров, дойлеров. Также нюктунов. Система, так сказать, секционного закрытия. Труб расслабжения. У нас будут разведены датчики. А это будет стоять на кухне. Другой, непосредственно на санузле. По холлером. И в ванной. То бишь, в случае протечки. При попадании жидкости в капли. Любой смеси на датчик. Сработает данная система. И перекрывает трубопровод. В последующем мы будем производить обширку. В данной конструкции также листами экопанели. Два слоя. Предусмотрена, она будет с небольшим ступенечкой, так сказать, с порожком. Для того, чтобы вывести подсветку. Здесь оставлены провода непосредственно для этого. Здесь будет подсвечиваться короб. Также, ну, в последующем можно предусмотреть усыновку скрытых люков до уступа. Что сказать из косяков? Они бывают редко. Но они бывают не у всех. Не всегда. Чаще всего, до установки сантехники, мы производим черновую обладку бельки. То есть, что в будущем, при открывании листа доступа, задняя поверхность стенки была красивая. И вызывалось техническое удовольствие. До навески данного оборудования мы производим классные люки. Так как этот момент был упушен, сейчас наши наиопытнейшие мылеры, мылера, придут и произведут покраску за сантехническим оборудованием. В последующем вы сможете увидеть фотографии. Наши чудо-специалисты, я уверен, сделают эстетично, красиво, качественно. Но это, что говорить непосредственно о моментах, которые упущены, которые нам наверстывают. Они всегда бывают, но мы никогда не вступаем в тупор. Мы всегда находим выход, какие-то определенные решения. И, в любом случае, наш хлеб будет доволен тому, что мы сделали. Дорогие друзья, на этом краткий обзор сегодня мы заканчиваем. Но очень хотелось бы, чтобы вы следили за нами, смотрели и наблюдали нашу этапу работы. Также мы будем это делать чаще, выкладывать краткий экскурс, такой видео-обзор того, что сейчас происходит на объектах. Постараемся это учащать, чтобы вы просматривали каждый этап, с какой скоростью он движется, с каким качеством. И замечали какие-то нюансы, либо что-то предлагали в комментариях. Это очень важно для нас. Жду вас ровно через неделю на этом же объекте. С вами была компания «Люксорта». Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Отправляйте заявки.